Обсудить проблемы на чистоту. Представители региональных отделений политических партий собрались за круглым столом. Местом встречи стал Дом правительства. О чем шла речь и удалось ли сторонникам разных политических взглядов прийти к взаимопониманию, расскажет мой коллега Сергей Янин. Выборы прошли, официальные результаты утверждены, осталась работа над ошибками. Итоги избирательных кампаний в Госдуму России и Госсовет Чуваши, их непосредственные участники, решили обсудить вместе с главой республики и председателем Центра избиркома. По словам Александра Цветкова, три главные задачи, стоявшие перед циком, конкурентность, легитимность и открытость, выполнены в полной мере. Те нарушения, что все-таки были выявлены в ходе выборов, внимательно изучат. Сейчас же настало время для честного и конструктивного диалога. Необходимо найти решение актуальных для населения проблем, выполнять наказы избирателей, которые они поднимали в ходе встреч, да и даже политические партии, которые не прошли, вы имеете право через своих депутатов по своим округам, через депутатов муниципальных органов местного самоправления и через депутатов Государственного Совета ставить эти вопросы. Нам нужно все вместе работать над укреплением экономического, социального, безусловно, и политического, я бы сказал, потенциала Чувашской республики. Бороться за то, чтобы мы занимали достойное место в Российской Федерации, тем самым вносили бы свой весомый Чувашский вклад и в развитие Российской Федерации. Что касается претензий оппозиционных партий, то большая их часть заключается в использовании в ходе выборов административного ресурса. Вызывают нарекания и частые изменения избирательного законодательства. Нарезка округов, лепестковые, так называемые, когда городам присовокупили сельские районы. Я ничего против сельских районов не имею, но так сложилось, что в городах, как правило, больше голосуют за оппозиционные партии. Представители Единой России, одержавшие убедительную победу на выборах, в очередной раз подчеркнули, что готовы к сотрудничеству со всеми политическими силами в республике. Тем более, что по итогам Единого дня голосования Чувашию в новом созыве Госдумы представляют сразу пять депутатов от разных партий. Мы готовы выслушать любую критику, но хотелось бы, чтобы за этой критикой был какой-то конструктивный вариант решения тех проблем, о которых вы говорите, которые озвучиваете. И это было бы очень полезно всем нам. Сейчас идет работа над бюджетом республики, и власти готовы выслушать предложения от представителей всех политических партий, независимо от того, представлены они в парламенте или нет. Сергей Янин, Михаил Солин, Вести, Чувашия.